Университеты такого уровня у нас открыты В 2000 году между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Принцем Агаханом был подписан договор о создании университета Центральной Азии УЦА. Вот в чем особенность этого университета, Нина Олеговна? Ну особенность этого университета, что он по статусу мирового уровня, но и в то же время региональный. То есть университет один, а кампуса три. Ну обычно под кампусом мы подозреваем это общежитие и так далее. На самом деле кампус это мини студенческий городок, где предусмотрено абсолютно все. И для занятий, и для отдыха, и для обучения. Все-все абсолютно. Вот таких кампусов будет три. Один открывается в Текили в Казахстане, один в Нарыне в Киргизии и один в Хароге в Таджикистане. Ну вот раз президенты этих трех стран подписали, естественно там и открывается. Вот самый первый в этом году набрал первый студент, и первый кампус открывается в Нарыне, где будут изучать компьютерную науку и изучать средства массовой информации, учиться на журналистов. Ну как мне рассказал генеральный директор этого университета, прежде чем открывать университет, во-первых, они очень тщательно провели большую работу по изучению, востребованности тех или других профессий, которые нужны именно сейчас трем нашим странам. Во-вторых, они местный менталитет учитывали, в общем, провели огромную работу. При составлении программ привлекли самый известный университет, вот целый список. Университет Индианы, Торонто, Лондонский, Мичиганский университет. Ну в общем, со всех стран мира лучшее все, что наработано, было привлечено. Благо денег много у нашего принца, которому сама королева Виктория определила звание его высочества, это официальное его звание, его высочество. Везде он публику, так сказать, отзывается, вернее, подписывается его высочество Агахан. Это мультимиллиардер. Самое главное, обучение будет проходить на каком языке? Обучение будет проходить на английском языке, но параллельно будут курсы и русского языка, и того языка, где расположен кампус. То есть в Киргизии киргизский, в Казахстане казахский и в Таджикистане хоровский. Но главное все, что будет на английском, основной упор на английский язык, потому что они получают диплом международного образца, они будут проходить практику в других странах мира, они будут и трудоустроиться, скорее всего, во многих странах, потому что диплом очень даже востребованный, хотя цель как раз таки, чтобы закрепить эти кадры здесь, воспитать будущий лидеров нации, будущий актив нации, вот именно здесь на месте. Ведь многие ребята рвутся, почему за рубеж? Они считают, что там, получается, дают более качественное образование, более приспособленное к современным тенденциям. Вот принц этот решил сделать наоборот, он, оказывается, огромную благотворительную деятельность по всему миру ведет. Он решил сделать наоборот, он решил мировое образование привести вот сюда на место, чтобы здесь ребята получили такой же диплом, как в том же Гарварде и Тоне, но непосредственно на месте здесь. Вот как у него получится, не знаю, но планы у него очень такие амбициозные. И даже вот уже он Гарварда передел в том, что в этом кампусе, в общежитиях, есть комната для хранения одежды, которая больше, чем в Гарвардском университете. Он говорил, когда я учился там, мне постоянно не хватало, куда девать вот эти вещи. Привлечены были самые лучшие преподаватели, они прошли все обучения, тоже из разных стран мира, самые лучшие преподаватели. И, соответственно, часть преподавателей была взята из этих стран, из Казахстана, из Киргизии и из Таджикистана. То есть присутствует такая тема, университет отличается может от других, что вот там большее значение придается не общему такому уровню, так сказать, напитыванию знаний, но и прикладному применению полученных знаний. Вот они этому вопросу уделяют очень большое внимание. А для того, чтобы студенты пришли уже более подготовленные, они второй год подряд на озере Сыкуль открыли летний лагерь, где в этом летнем лагере 21 день дети разговаривают только по-английски, выполняют экспериментальные работы, выполняют интересные такие опыты ставят, общаются друг с другом, познают вот эту культуру стран разных. И вот что мне, конечно, понравилось, что... Ну, они сами говорят, что им очень нравится. Вот такая раскованная атмосфера, общение такое вот на равных. Когда приехал генеральный директор университета, такая величина канадеца Богдан Кравченко, они с ним обращались как вот с равным. Окружились, спрашивают, такое ощущение, что знакомы давно. Ну вот все спрашивают, как попасть было в этот лагерь. Оказывается, в интернете было размещено такое объявление. Наша продвинутая молодежь, они молодцы, сразу же откликнулись. Из Казахстана было подано 600 заявок. Но дело было, вот в лагере, как говорится, ну он же платный лагерь. Казалось бы, купи путевку, езжай. Нет, цена для них не имела значения. Главное, чтобы ребенок был талантливый, хорошо учился, прекрасно владел языком, хорошо знал математику. И этот лагерь, он назывался инновационный лагерь. Почему инновационный? Он учил новому взгляду и новым обучениям, которые... Кстати, Нина Олеговна, в этом лагере были двое ребят из нашей, Южно-Казахстанской области, да? Да, да. Более 20 ребят, вот из 600 в Казахстане, более 20 ребят выиграли эти путевки. Из них было двое ребят из нашего Чимкента. Что меня очень порадовало, это Дин Мухаммед Бээнды из школы номер 8 гимназии. И это Мадина Рахманкулова из Назарбаева интеллектуал школы. Ребята активные, проявили себя активно, особенно Дин Мухаммед, он уже был и ведущий вечера, он там такое заводило был. Просто они, конечно, Южный Казахстан показали во всей красе, Чимкент наш город, защитили достойно. Вот они проходили тесто. А чтобы меня познакомить, как вот проходит это все, они рассказывали о том, как проводились опыты. Вот говорят, как вот, например, бросить яйцо с высокого этажа вниз, и оно, чтобы не разбилось. Но я так в кучку свои знания собрала, вроде физики, когда-то что-то учила, ну, кроме того, как побольше соломки подстелить. В общем, у меня решения не нашлось. И вот они показывали, что им задавали вот такие конкретные вопросы, а потом они проводили опыты и убеждались, что это возможно, что яйцо действительно не разобьется. Или вот натяжение, пленка, мыльная вода, пленка, каково натяжение, какова сила. Сколько надо, например, бросить монет в эту воду, чтобы перелилось через край. Вот мы, говорит, считали, что 6, не больше. Оказалось, 37 монет. То есть, вот я к чему это говорю? Я, например, с точки зрения, как сказать, теории, я прекрасно понимаю, почему летит самолет. Но все время, когда он поднимается в воздух, и летит такая махина, я все время удивляюсь и думаю, это какое-то чудо, но почему он летит? У меня вмиг улетают все вот эти теоретические познания, и начинается вера в чудеса. А у них вот именно это познание, теории с практики настолько воедино, что они зрительно представляют, как это все происходит, вот как вулкан действует. Они такие создали интересные макеты, на этом макете видно, как действует вулкан. Вот это, конечно, для ребят очень здорово, потому что в школе все-таки у нас больше преподают теории, как-то теоретические познания. Для них это было необычно. Ну и, конечно, общие друзья, общие знакомые, такие интересные преподаватели и канцлеры вот эти из разных стран мира. По неволе же расширяется кругозор. Там американцы были, и мексиканцы были. И, ой, господи, там со всех стран мира было. Каждый раз подходили, знакомились и говорили, я из Америки, я из этого. И вот у ребят, конечно, было очень хорошее впечатление. Потом уже, естественно, когда они сами побывали на экскурсии в кампусе, посмотрели, какие там условия, какая там шикарная библиотека. Вот у нас же уже разучились, в общем-то, читать, но тут была такая библиотека, что просто руки тянулись, все-таки полистать, посмотреть, что это за книги. Ну, как-то вот, видимо, так быстро. Но она как кругло, круглые такие стеллажи выстроена. И по кругу как-то идешь, и, может быть, даже дизайнерски так решено, что привлекает взгляд. Но факт то, что они вот такие восторженные. Конечно, это, может быть, период сойдет в восторженности, это лето, это отдых, это, как ни говори, веселые игры, это море, это все. Но уже есть ребята, которые совершенно официально решили, что после окончания школы они будут поступать сюда. А сейчас уже, вот с прошлого года, 73 студента. А еще их называли там студентами, что было приятно. Они примерили на себя шкуру студента, они почувствовали, что значит быть студентом УЦА, и они почувствовали себя как бы старше, что ли. Это тоже для них очень важно было. Нина Олеговна, ну и самый главный вопрос, как все-таки попасть в этот университет тем, кто все-таки хочет в него поступить? Ну, самое главное, не пропустить сроки. До 18, по-моему, марта принимаются заявления. И если вы не успеете, после 18 уже будет идти оплата за поданную заявку, у них такой порядок. Потом идет летний лагерь, где там вы уже себя посмотрите, сверите ваши возможности, способности, свою, так сказать, конкурентоспособность с другими. И потом уже по итогам лагеря, потому что тесты идут серьезные, вам самим просто предложат, пожалуйста, поступайте в наш университет. А студентом может стать каждый, да? Это выпускник школы? Из всех трех стран. Выпускники школы. И студенты первого курса тоже могут стать. Вот если я на первом курсе учусь, но я готова перевестись, я могу доздать тесто и перейти туда учиться. Хорошо. Нина Олеговна, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотела пожелать, не жалей денег и вкладывать их в обучение детей. Это самая лучшая инвестиция, которая может вам в будущем откликнуться вам же самим хорошей прибылью. Самое главное – дети, их востребованность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова